Обсудим преобразование в массиве. Предположим, у меня есть два массива А и Б, и я хочу скопировать содержимое массива А в массив Б. В этом случае я не могу написать просто Б равно А. Это не работает в языке С. Мы должны реально осуществить поэлементное копирование. Но это будет выглядеть очень просто. Нам нужно перебрать в цикле каждый соответствующий индекс и переложить Б и ты равен А и тому. То есть ключевая фраза этого алгоритма – Б и ты равно А и тому. Естественно, что это должно быть заключено в тело цикла. Давайте посмотрим на эту программу. Вот здесь я перекладываю из А в Б. А у меня заполнен числами от 0 до 90. Всего 10 элементов. Н у меня равно 10 здесь. И начальное состояние Б – это нули. Для того, чтобы не загрязнять программу выводом на экран, я сделал функцию распечатки массива, которая делает то, что вы уже знаете. Ну, я немножко ее поправлю. Вот здесь вот добавлю, чтобы она с одинаковым интервалом это дело выводила. И на этом, собственно, мы выведем и посмотрим на то, как это выглядит. Вот он поэлементно массив скопировал. Давайте сделаем маленькую поправочку. Ведь копирование может быть нужно не просто линейное, а реверсивное. То есть в новом массиве у меня должны будут содержаться вот эти числа 5, 4, 3, 2, 1. В этом случае я по-прежнему должен делать что? Поэлементное копирование просто я должен буду записывать другие индексы. То есть у меня индексы в одном случае, в другом будут разные. Порядок выполнения не имеет значения. Слева направо я начну или справа налево я начну. Это не имеет никакого значения. Давайте реализуем и посмотрим на результат. Я вот здесь вот исправлю и на n-1-i. n-1-i. То есть у меня будет b заполняться от нулевого к четвертому. Соответственно, прошу прощения, к четвертому. На доске их мало. А здесь у нас их 10 штук. Ну, в общем, логика, тем не менее, от этого не отменится. Это общая формула, да, она для любого n работает. И вот мы видим, что у нас b скопирован в реверсивном состоянии. Однако, возникает отдельный вопрос, а что делать, если у нас требуется совершить реверс в одном массиве без использования вспомогательного? Ну, если нам не жалко памяти, мы, конечно, можем скопировать из а в b поэлементно вот так, а из b в а скопировать ровно наоборот. Ну, жирно как-то. Хотелось бы осуществить зеркалирование в самом массиве а. Итак, что это, к чему это приведет? Давайте попробуем сделать это совсем в тупую. Вот взять и имеющуюся программу, как есть, привнести и использовать. Итак, я тащу вот этот цикл, в котором я перекладываю из а в b, и иду в программку, в которой собираюсь делать реверс. Сейчас она просто распечатывает текущее состояние массива а, можно посмотреть. А теперь давайте после текущего состояния я распечатаю, ну и, соответственно, изменю и распечатаю состояние измененное. Вот я кладу в а и ты элементы а, n-1, минус и ты. Что у меня получается? Очень странная и неприятная история получается. У меня 0, 10, 20, 30, 40 пропали совсем, а половина массива как бы ударила другую по голове. То есть, что произошло? Я кладу в нулевой элемент значение из последнего элемента. То есть, вот оттуда кладу значение. Затем вот в этот вот отсюда, в этот отсюда, в этот отсюда. А потом я делаю ровно наоборот. n-1, минус и это реально зеркальный индекс. Да, все в порядке. Но получается, что я возвращаю обратно то, что оттуда взял. То есть, я только что оттуда это скопировал, и оно туда же возвращается. Мне этого не надо. Не надо мне этого. Попытка исправить это, переставив местами индекса. Вот так вот, например, я скажу. Ну, может быть, надо вот просто вот это вот сюда, а сюда а и ты. Ни к чему хорошему тоже не приведет. Ну, в этом случае у меня пропадают числа 50-90. Да, а туда как бы левая половина массива зеркально размножается туда. Дело в том, что без промежуточной памяти, совсем без промежуточной памяти, здесь не обойтись. Но все-таки можно сэкономить. Мне не обязательно использовать целый массив под хранение вот этого вот временного состояния. Совершенно не обязательно. Я могу использовать всего лишь одну маленькую переменную. Для этого я воспользуюсь идеей обмена двух переменных значениями. Ну, это классический алгоритм. Я даже не стал его записывать отдельно. Но он фактически здесь необходим. Что мы делаем? Мы берем некоторую временную ячеечку TMP. И в этой ячеечке TMP я буду спасать то состояние, которое было вот тут. Допустим, у меня здесь написано число 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Я беру и вот туда закидываю единичку. После чего я закидываю из зеркального индекса, я закидываю вот туда элемент. А эту единичку я отправляю вот сюда. То есть у меня получается обмен двух элементов массива в три действия. Три действия с использованием временной ячейки. Естественно, что ячейка должна быть того же самого типа int, что и элементы этого массива. Давайте попробуем это реализовать. Что я делаю? Я беру и говорю, в a item хранится у меня старое значение. Его надо спасти. Я создам переменную TMP и в нее сразу же положу ait. Я ее создаю локально, она не нужна мне во внешнем контексте. Прямо внутри цикла. Дальше что я делаю? Я в a item, значение которого спасено, я в него могу положить значение an-1 минус этого. И от этого старое значение не испортится, оно хранится в TMP. А вот теперь у меня спасено вот это значение an-1 минус это. И я могу туда переложить значение, которое сейчас хранится в TMP. Вот он, обмен двух элементов значениями. И в результате я должен получить, что реверсированный массив теперь уже без потерь. Но что-то пошло не так. Удивительно, правда? Вроде бы мы вот прям подумали, написали. А что-то не так. Смотрим, смотрим. Ничего не понятно. Давайте попробуем, чтобы было понятно, вот эту фразу print array перенести в тело массива, прошу прощения, в тело цикла. И посмотрите, что реально после каждой итерации, после каждого обмена происходит. И мы увидим следующее. Что массив у нас реально переворачивается. Посмотрите. Вот он реально переворачивается после каждого действия, после каждой итерации цикла. У нас два числа меняются местами. И вот к этому моменту, вот к этому моменту, массив ровно находится в состоянии наоборот. А потом происходит страшное и ужасное. Массив разворачивается обратно. Мы делаем лишние действия. И причина этого очень проста. Если я сейчас сотру вот это вот TMP и покажу, что происходит короткими рисунками, то получится вот так. Я вначале меняю местами этот с вот этим, потом вот этот с вот этим, вот этот с вот этим, вот этот с вот этим. А итерации продолжаются дальше. Цикл двигается к следующим индексам. Ведь I еще меньше N. И у меня снова меняется вот этот с вот этим, с зеркальным индексом. Потом вот этот с вот этим, вот этот с вот этим. То есть мне нужно что? Мне нужно вот эту вторую половину работы исключить. И сказать, я ее делать не буду. Это сделать очень просто. Мне достаточно вот в этой строке в заголовке цикла взять и поставить I меньше, чем N пополам. И все. Я просто не буду делать вторую работу. И в итоге я остановлюсь вовремя. И так вот, смотрите, 98 до 900. В общем, я понял, в чем проблема. Мы это дело исправили. Давайте выберем, уберем отсюда принтерей во вне этого цикла. И вроде бы мы научились, убрали вот эту вторую часть, лишнюю часть работы. И научились переворачивать массив. Давайте научимся, не используя дополнительные массивы и дополнительные хранилища, научимся делать сдвиг внутри этого массива. Сдвиги бывают влево и вправо. Циклические и не циклические. Вначале сделаем не циклические, а потом подправим, чтобы он был красивый циклический сдвиг. Что это значит? Я хочу переложить значения, храняющиеся в этом массиве. А допустим, у меня хранится 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В программе будут чуть другие числа. Но переложить их вот так. Этот сюда, этот сюда, этот сюда. То есть все это дело взять и сдвинуть. Вопрос циклического и не циклического. Это вопрос о том, а что должно оказаться вот здесь. У меня же массив фиксированного размера. Он же у меня не растет, не уменьшается. Количество элементов в нем то же самое. Первый вариант, допустим, остается эта восьмерка себе и все. А второй вариант, подождите, но у нас эта единица, она фактически стирается, исчезает. Что нам делать? Мы возьмем эту единицу и отправим вон туда. Вот она идея циклического сдвига. Ну или давайте, чтобы не загрязнять пространство для второго случая, я вот здесь нарисую вот это движение вон туда. Но, тоже очень интересный момент. Если я сделаю вот это желтое действие без дополнительной временной ячейки, в которой это будет храниться, то получится, что я единицей сотру восьмерку. Если я в начале вот это все сделаю, то я уже стер единицу. Мне нужно ее спасти до того, как начнется сдвиг во временные переменные темпы. То есть у меня теперь это временное хранилище будет жить вне цикла сдвига. Понятно, да? А после цикла сдвига я буду спасать однократно вот эту единицу, перекладывать ее в последний элемент этого массива. Это получится у нас сдвиг влево. Циклический сдвиг влево. Понятно, да? Давайте его реализуем. Я вот этот вот реверс оставлю в программе. И хочу оставлять потом. Хотя нет, давайте лучше оставлю и сверну его вот так вот. А вот здесь вот допишем сдвиг. В этом случае мне надо пробегать все элементы массива. Но все, да не все. Сейчас поясню почему. Потому что количество копирований раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А элементов восемь. На одно меньше, чем элементов в массиве. Ну понятно, ведь они попарно копируются. То есть у меня как промежутков между ними надо посчитать. А их как раз на одно меньше. Поэтому я вот здесь поставлю минус один. Действие очень простое. А и тому я буду присваивать. А и плюс первое. То есть следующий элемент кладется в предыдущую ячейку. И я вот так вот и делаю. Ну и в конце по итогам я распечатаю массив еще раз. Да, ну наверное я знаете что сделаю? Я не знаю реверс убрать, не убрать. Мешаться будет. Ну давайте я его по крайней мере переставлю пониже. Чтоб он не мешался. Ну вот. И это у меня циклический сдвиг. То есть я сейчас должен увидеть состояние какое? 10, 20, 30, 40, 50 и так далее. Ну вот оно повторяющееся 90 в конце. И чтобы туда переложить нолик, который сейчас пропал, мне нужно создать переменную tmp, в которую я кладу а нулевое. А в конце, после цикла, я в а n-1 кладу, собственно, темпы. И вот таким образом я сделал циклический сдвиг влево. Ну что же, давайте запустим и посмотрим на результат. Вот результат этого алгоритма. Да, не смотрим сейчас на последующий реверс. Да, 10, 20, 30, 40, 50, 60. В конце ноль. Давайте сделаем циклический сдвиг вправо. Ведь логика-то очень простая для циклического сдвига вправо. Вроде бы ничего не меняется. Давайте посмотрим. Я хочу вот эти значения отправить из предыдущей ячейки в следующую. Эту ячейку я спасу во временной ячейке и переложу потом сюда. Да. Вроде бы все окей. Но давайте попробуем реализовать и увидим результат. Вначале я поступлю очень просто. Я буду работать в том же самом месте. Что я скажу? Надо просто в следующий из предыдущего перекладывать. То есть в а и плюс первый из а и того. Если теперь я посмотрю на результат, то я очень удивлюсь и даже огорчусь. Что это за нолики? Куда делись мои элементы? Давайте вернем на секундочку назад. Ну-ка, я ведь изменил только одну строчку. Все работало. Ой, прошу прощения. А теперь? Не работает. Теперь все ноликами забивается. Что происходит? Дело в том, что последовательность действий имеет большое значение. Огромное. В алгоритмах последовательность выполнения действий иногда бывает не критично, но очень часто критично. В ситуации с копированием массива нам было безразлично. Копируем мы слева направо, справа налево перебираем индексы. Если бы у нас была, не знаю, куча процессоров, в смысле ядер в процессоре, например, мы бы делали это параллельно, ничего бы не изменилось. Понимаете? И здесь то же самое. Несмотря на перекрестность, у нас нет повторного использования той ячейки, которая уже была. То есть у нас нет здесь никакой информационной зависимости. Понимаете? А вот в этом алгоритме она есть, но на микроуровне одной маленькой итерации. Там, где мы обмениваемся через третью ячейку. Ну, я вот нарисовав вот такие стрелки, скрыл эту третью ячейку и все. То есть реально вот там вообще не важно, вот этот обмен, вот этот, вот этот, вот этот. В каком порядке пройдем? В абсолютно любом. Хоть вот этот, потом этот, этот, этот. Не имеет значения. Лишь бы для каждого из половины индексов у меня, для половины индексов массива, либо левый, либо правый, я поменял элементы с зеркальными элементами. А для циклических сдвигов лево и вправо это имеет критическое значение. А именно, когда я осуществляю циклический сдвиг влево, глобально вот это движение должно происходить слева направо как раз. То есть я эти элементы, как ящики, на себя вот так вот раз и подвигаю. В результате у меня не произойдет ни одного перезаписывания. А вот здесь получилась какая-то ситуация, что я как раскатываю этот ноль по элементам массива, раскатываю его дальше и дальше и дальше, получается, что этот ноль, он забивает мне полностью весь массив собой. Понимаете? Таким образом, мне надо что-то, чтобы это починить, сделать так, чтобы цикл у меня шел в обратную сторону по индексам. Вот она фишка. Ясно? То есть вот это копирование должно произойти первым, а это последним. Ну, спасение элемента, оно должно происходить точно так же. Давайте это сделаем. Итак, я вот здесь подправляю. И равно n-1 до тех пор, пока и больше, чем… больше, чем ноль. Потому что для единицы мне не нужно это делать. Тут очень аккуратно надо делать с и плюс 1, и и я буду работать, или с и и и минус 1. Я сейчас хочу поработать с и и и минус 1. И буду говорить так, что у меня следующий равен предыдущему, и ты равен, а и минус первому. Понятно логика, да? Далее. Спасать мне надо n-1 элемент в этом случае, а записывать tmp-шку я буду в нулевой элемент в итоге. И вот теперь с измененным порядком следования… Да, прошу прощения, еще не до конца. Минус-минус и вместо плюс-плюс и. Вот с измененным порядком следования в цикле у меня будет вполне нормальный сдвиг вправо. Видите, 90 переехало налево вот сюда. Да, вот еще раз алгоритм, я поближе покажу. Да, 90 переехало налево, а все остальные элементы поэлементно сдвинулись вот так вот вправо. Ну вот такая вот штука, циклический сдвиг влево, циклический сдвиг вправо. В следующем видео мы будем с вами учиться изменять длину, эффективную длину массива. То есть посмотрим, как можно сохранять, например, числа в разложении числа на множитель в массив.